Добрый вечер! На канале Россия 24 пришло время региональных вестей. Это Вести Ульяновск. В студии Антон Никитин и вот главные темы к этому часу. У нас уже есть 30 тысяч тонн песко-соляной смеси, 180 тонн гранулированных реагентов и 128 спецмашин. Город продолжает готовиться к наступающим холодам. Сделать свою жизнь приятнее, окружающую среду комфортнее. Чем сегодня живут региональные ТОСы и как повышают свою квалификацию их участники, расскажем в ближайшие минуты. Рассказали, как избежать неприятностей в будущем и немного поиграли. Мы хотим рассказать, как важно соблюдать правила дорожного движения и носить всегда световозвращатели. Сотрудники областного ГИБДД вместе с медиками поздравили пациентов детской клинической больницы с Днем Ребенка. Дорожные службы Ульяновска завершают подготовку к зиме. Об этом сегодня рассказали Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска. Чтобы встретить холода и осадки во всеоружии, дорожники сготовили 30 тысяч тонн песко-соляной смеси, а также 180 тонн гранулированных реагентов. Всего для обслуживания городских дорог в зимний период подготовлено 128 единиц специальной техники. Машины готовы к снегу. Сейчас едем в пригород, сыплюсь в песок. Когда снег, все, у нас работа пошла. Уже сегодня работники предприятия очищали дороги от первого снега. В ночь на 20 ноября на борьбу с гололедом выехало больше 30 комбинированных дорожных машин. В первую очередь реагентами обрабатывали опасные спуски и подъемы, мосты, перекрестки и пешеходные переходы. Дорожные строй на 95% готовы. Сегодня у нас ночью работали 38 единиц техники. Это КДМки все подсыпали, высыпали 155 тонн ПСС и 18 кубов жидкого реагента. Перед наступлением зимы работы ведутся в круглосуточном режиме. Днем бригады Дориемстроя очищали тротуары, заездные карманы, остановки общественного транспорта и участвовали в вакуумном подметании автодорог. Во Всемирный день ребенка сотрудники ГИБДД совместно с медработниками областной детской клинической больницы рассказали детям о правилах дорожного движения. Юным пациентам медучреждения показали фильм о том, как нужно носить светоотражатели, чтобы не попасть в беду. А ученики 61-й школы из отряда юных инспекторов приготовили тематические загадки. За каждый правильный ответ ребята получали призы. Детям важно и нужно напоминать о правилах безопасности на дороге, правилах поведения на проезжей части, необходимости ношения светоотражателей. Делать это нужно как можно чаще, для того, чтобы дети всегда помнили важность и нужность данных правил, правил дорожного движения. Мы хотим рассказать, как важно соблюдать правила дорожного движения и носить всегда светоотражатели. По статистике, главной причиной смертности среди детей старше четырех являются несчастные случаи. Чаще всего это дорожно-транспортные происшествия. С начала года к сотрудникам областной детской клинической больницы за помощью обратились 70 пострадавших. В 15 случаях было принято решение о госпитализации. Специалисты отмечают, предотвратить подобные случаи можно, обучив ребенка правилам поведения на дороге. В рамках выездов с сотрудниками Центра здоровья для детей мы в области, в Ульяновской области, в районах города всегда объясняем, как нужно себя вести на дороге. И, исходя из опыта, скажу, что изучение ПДД должно быть обязательно, непрерывным, постоянным, начиная с дошкольного возраста и заканчивая вузом. В завершении мероприятия все ребята получили раскраски и светоотражатели из рук любимого мультперсонажа Фиксика. ТОСы Ульяновской области научат грамотно привлекать средства и эффективно распределять их на общедомовые нужды. В городе, на территории гостиниц Венец, сегодня продолжаются семинары по обучению руководителей территориальных общественных самоуправлений. О чем рассказывают ульяновцам столичные эксперты и пример активного ТОСа в репортаже Олега Тюрина. Ульяновская область занимает одно из лидирующих мест по количеству ТОСов среди других регионов России. Еще два года назад в области насчитывалось всего три таких объединения. А после создания ассоциации их стало уже 169. С каждым годом их количество увеличивается в геометрической прогрессии. Все это свидетельствует о росте ответственности и инициативности у людей. Власть и жители объединились, понимают, что вместе можно решать, видят, что совместно можно решить много проблем. И вот это сподвигло как раз решение движения ТОСов на территорию Ульяновской области. Потому что общее число ТОСов, которые зарегистрированы в качестве юрлиц на территории Российской Федерации, около 900. Вот 169 – это уже наше. Рассказать об успешных практиках других регионов и поделиться накопленным опытом. Специально для этих целей пригласили эксперта из Москвы, который познакомил с современными возможностями ТОСа и его ресурсными потенциалами. Стоит отметить, что это первый масштабный семинар такого рода. Несколько лет назад был создан курс дополнительного профессионального образования менеджера местного сообщества. И сегодня здесь мы сделаем два семинара. Один направленный на экономику ТОСа, о том, как зарабатывать денег и о том, как использовать эти деньги, оптимизировать, то есть об экономической составляющей ТОСа. А второй – о жилищной культуре и ресурсных связях, как жить вместе и как использовать то, что у тебя есть для развития ТОСа. А примером успешного объединения можно назвать ТОС на Дворцовой, в который входит 10 домов. Из-за его замкнутой формы местные жители ласково прозвали его Пентагоном. В рамках программы «Комфортная среда» жильцы приняли участие и два раза выиграли грант. Деньги, разумеется, пошли на благоустройство прилегающей территории. То есть мы, поскольку длительное время у нас была детская площадка у 37-го дома, ну не хватало там завлекалки для людей разных возрастов. Вот поэтому, как говорится, приняли участие в программе «Комфортная среда». И в рамках этой программы два раза, то есть в прошлом году и в этом году, выиграли небольшие деньги, на котором мы оборудовали там на спортивной площадке. То есть в общей сложности мы поставили 12 тренажеров. Останавливаться на достигнутом не собираются. Совсем недавно установили 200 метров нового ограждения, которое не дает ставить машины на детскую площадку. По словам экспертов, такому небывалому росту активности способствует создание контактного центра и различных программ. Подобные центры пока что есть только в Ульяновске и Рязани. Олег Тюрин и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск. В Ульяновске прошел марафон национальной книги. С целью укрепления межнациональных отношений администрация города выделяет субсидии на проведение мероприятий культурных автономий. Одним из таких событий стала встреча ульяновцев с редакцией казанского журнала «Сюмбике». Журнал выходит на татарском языке и распространяется по всей России. Журнал «Сюмбике» празднует в этом месяце свой 105-летний юбилей со дня выхода первого журнала. И поэтому мы их пригласили в наш город. Конечно, это большое событие для нашего города, так как журнал любим читателями, его читают. И вот наша библиотека на протяжении 25 лет уже выписывает этот журнал. Национальная и культурная автономия принимают активное участие в жизни города. Например, татарская община регулярно проводит мероприятия, нацеленные на патриотическое воспитание молодежи. А в День города в Ульяновске уже третий год проходит межнациональный турнир «Содружество». В нем принимают участие 12 автономий региона. При главе города есть координационный совет, который курирует вопросы национального характера. Сейчас последние три года мы уже получаем грант от главы города. Каждый автоном пишет грант. И мы проводим разные турниры, фестивали, конкурсы, разные мероприятия. Вот раньше этого не было. Все мероприятия проводятся в рамках программы по поддержке национально-культурных автономий «Согласие». В этом году общая сумма субсидий составила около полутора миллионов рублей. Написать письмо и получить подарок от главного волшебника зимы смогут маленькие посетители новогодних спектаклей. В Ульяновском театре «Кукол» официально заработала почта Деда Мороза. Открытие традиционно состоялось в день рождения сказочного персонажа. С сегодняшнего дня и до 10 декабря зрители, приходя к нам в театр «Кукол», могут опустить заветное письмо в сумку почтальона «Снеговика». А он непременно доставит все письма по адресу. В сумке почтальона «Снеговика» первые пожелания появились прямо перед спектаклем «Три поросенка». Свои письма опустили десятки детей, которые пришли с родителями на это новогоднее представление. Для того, чтобы ребенок точно получил заветный подарок, необходимо подписать письмо и указать контактные данные. Через некоторое время с родителями свяжутся помощники, которые договорятся о передаче новогоднего подарка. В Ульяновске стартовал региональный этап третьего сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Область принимает участие в соревнованиях второй год подряд. Киберспорт также именуемый как компьютерный спорт или электронный спорт, командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. В России признан видом спорта. Принять участие в студенческой лиге могут сборные учебных заведений высшего и среднего специального образования старше 16 лет. В этом году ребята соревнуются в пяти дисциплинах. Среди них «Дота-2». Это командная компьютерная игра. Пять человек на пять. В общем, играешь за определенного героя, выбираешь из 116. И пытаешься как-то переиграть против вражеского героя. Почему я решил принимать участие именно в этой игре? Эта игра тренирует, во-первых, реакцию, во-вторых, понимание ситуации, ну и в общем, в принципе, интеллект. Киберсоревнования состоялись в Доме интернета, в Политехе. Соревновались 10 команд, всего около 200 человек. Из Ульяновска, Димитровграда и Новоульяновска. В мире нет аналогов студенческой лиги киберспорта по масштабу. Это уникальная возможность для всех студентов не только получить опыт участия в крупных соревнованиях, но и начать свою карьеру на профессиональной киберспортивной арене. Киберспорт – это не игрушки, это логическое мышление, это проведение очень сложных ходов, и это довольно-таки очень сложный спорт. Победителем региональной игры стала сборная Ульяновского государственного технического университета. Она представит нашу область на окружном этапе. По его итогам лучшие смогут поехать в Москву на гранд-финал, который состоится уже в мае. Общий призовой фонд Всероссийской киберспортивной студенческой лиги – более 3 миллионов рублей. А тем временем в Ульяновске состоялся региональный этап Всероссийской футбольной акции «Молодежка ОНФ. Уличный красава». Проект прошел в это же время во всех субъектах России. В соревнованиях приняли участие дворовые футбольные команды Ульяновска, Вишкаемского и Цельнинского районов. В их составе юноши в двух возрастных категориях – 14-15 и 16-17 лет. Всего около 200 ребят. Футболом уже увлекаюсь 7 лет. Играем во дворе, на стадионе своем. Своей командой с пацанами собираемся. Играем в футбол. Также участвуем в новых соревнованиях. Стараемся побеждать, быть выше других. Двор на двор вы играете? Да. Ваш двор круче всех? Да. Совместно с «Молодежкой ОНФ» акцию проводит Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Министерство спорта России. Основная цель акции – мотивировать подростков к здоровому образу жизни, а также предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола. Всероссийская акция «Уличный красава» проходит впервые на территории Ульяновской области. В ней принимают участие ребята, которые не занимаются в спортивных клубах или секциях. То есть это обычные ребята, которые после школы выходят во двор и гоняют, рубятся в футбол. Игры пройдут в несколько туров. На следующем окружном турнире наш регион представит ульяновские команды «Ленин-Сити» и «Олимп». Именно они стали победителями регионального этапа. Финал состоится на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу этого года. Главным призом станет строительство полностью оборудованной футбольной площадки во дворе команды-победительницы. Сегодня отмечается Всемирный день ребенка. А завтра в Ульяновской области пройдет региональный день приемной семьи. Об этом институте, детских домах и их воспитанниках сегодня пойдет речь в программе «Тема дня». Гость в студии Татьяна Агаларян. Референт отдела охраны прав несовершеннолетних, Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. Программа «Тема дня» выходит в эфир сразу после выпуска новостей. И на этом у нас все новости к этому часу. Далее информация о погоде сразу после «Тема дня». Ну а итоги дня сегодняшнего подвезет мой коллега Владислав Питковский в 21 час 43 минуты на канале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова